Всем привет, ребят! Хочу поблагодарить многих и немногих за то, что ставили лайки и ставить их в дальнейшем. Не знаю, почему вы их раньше не ставили. У вас было какое-то ограничение морально в голове и вас нужно было попросить. Но почему-то под двумя последними роликами все зашкаливает. Это приятно, это приятно. Спасибо вам. Улучшили время в скирме, немного тактику поменяли, но я там, точнее на меня напали, я немного резов слил на этот, на оборонку. Короче, за паролем можно было с 15 минут выходить. Изи, изи. Скажу еще одно. В скирме я никого не вожу больше просто. Это я вообще в него никогда не играл, смотрите. Тут просто у нас сколько игроков. Где эти игроки? Вот один игрок. Вот второй, третий и четвертый. Ну и пятый, с кем я сходил. И все. И потом я перестал ходить. Во-первых, это тратит много бустов. Если тратить на всех их. Во-вторых, пишут около 10-15 человек и просят их вести. А если ты их не поведешь, ты будешь плохой. Поэтому я выберу себе кого-то одного и буду просто в скирме с ним ходить по желанию. Ну, в дальнейших скирмешек ходить их я не знаю еще. Я еще должен с Франкенштейном разочек сходить. Ну и с этим пациком, который топ-1 со мной берет. Ну вот с этим и с этим я точно еще схожу по разу, по два. Ну и все. Что показывать, вам не знаю. Бои. Бои, 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 бои. Ничего интересного, смотрите, тут 7 минут, 8 минут. То есть это, кстати, на синьке. Некоторые голда есть, не спорю. 14 минут. 45-й регион, кстати, я там был. 10 минут. Вот этот, кстати, против германца неплохой. Но это Бот, 17, 2 на 2 нам сдались. Бот, 16, 2 на 2 нам сдались. Этот за 27. Ну, тут скучный бой. Там Пе Хамас просто был. Ну, этот, сливы мои корейцы. Все. Давайте я покажу вам против германца. 72 вин, 4 медальки с кирма. Он написал Мастер Голд. И написал 2 красных. Остальные, как бы, ссори дядя. Но там, как бы, синева была. Знаете, когда вы, как бы, гульнете, немного бахнете. Вот у меня такая же синева была здесь. Затерянная дорога. Мапа. Трупперс. Газ. Клан какой-то. GAC. Играю трехказарм на таких картах, где есть три прохода. То есть, идем в этот фланг. Центральный и нижний. Ну, нижний, смотря с какой стороны посмотреть, кстати. Собрала половину ресов. Подготовка пехов красный. И разведка пехов красный. Против шестун. Против тех, кто на ранг ниже. Против тех, кто такого же ранга, как и я. Я на голде это все делаю. То есть, я могу в течение боя. Использовать два голдбуста. Или два красных. И в остальном уже зависит от противника. От моей разведки. И отталкиваюсь, какие бусты взять. Красные, нежели там. Синие, нежели голда. В этом бою я посмотрел, что игрок вроде не очень. И можно, как бы. Не очень на уровень моей прокачки. А не на уровень скилла. Это разные вещи. Так что не воспринимайте грубо критику. Так, тут забегаем на разведку. Второй уровень штаба. Дикие броники и три казармы гренов. Я выхожу в молото вертекс. И все. То есть, я оттолкнулся от качи игрока. И решил играть на синих в этом бою. То есть, со мной такое тоже бывает. Иногда красные. Иногда. Ну, красных у меня бустов больше всего. Я вообще не вижу смысла красных бустов в этой игре. То есть, я вижу смысл голды и вижу смысл синьки. Синьки это, ну, слабовато. Ну, типа, средний тайминг. А голда это быстрый тайминг. А красный это, блин. Третье яйцо какое-то непонятное. Чингисхана. Летимо. Убивать. Четыре диких и второй ПВО уже достраивается. И, кстати, один спецмашин появился. И четвертый казарма с гренами. Я понял, что тут будет мазгрены. Выхожу в молото из трех заводов. Типа, блин. Не, ну а че? А че без трех не выйти из заводов молото? Это я просто летаю, разведываю возле базы. И вот там иногда поджучиваю. Да. Да, да, да. Вышку снес, увидел ПВО электростанцию. Ну, прилетели вроде все домой. Так, тут ракетная установка, два бункера. Тут такое же. Вывел СД, ракетная установка, два бункера. Четвертый вертекс. Производится, производится. Че я ничего не заказываю? А, я на четвертый штаб коплю вроде. Все, вижу разведочку тут. Летающую какую-то по кустам он и опрачет. И я решил, как бы, возможных убить. Там, понятное дело, что есть те уже, кто в кустах сидит. Но, каких-то можно убить. Так, тут я буду лететь еще СД бахну. Двадцать тысяч миллионов миллиардов вселенных диких. Нереальное количество. Как бы, вертексы подсосали яичек. Все, АП и четвертый. Разведал базу, видел, что ничего такого опасного нет. То есть, можно, как бы, собираться дальше. Там дикий грен. Очень много диких. И поэтому я решил молотокрепами сыграть. Да, вот такой микс молотокрепа. Что я тут полечу бить? Наверное, вышку, потому что кроме вышки нечего бить. Она ближайшая. Нет, я даже не ударил. Просто пролетел, разведал. Выставляю. Что выставляю? Завод штурмовых еще один, да? До заказа, да, крепы прошли. Молотокреп. Я понимаю, что пехи есть в кустах. И поэтому просто пролетая мимо, смотрю, мало ли, будет бусты сжигать. Там переключить, я прилечу еще раз. Так, убил ему вышечку, отступил. Знаете, такая моральная давка. Тут пачка диких. Кстати, можно с этого фланга залетело. А, полетел я с верхнего фланга. Наверное, я луку буду бить. Потому что с верхнего фланга только ее. Ну и разведал, заразом. Если тут вот диких я спалил. Он их поставил, как будто, типа, подумал, что я их не увижу. Но я понял, что там будут по кустах дикие. Поэтому заказываю креп. Креп-помолот. Еще я вроде циклона заказал. Или нет? Нету циклона еще. Тут точно будет циклон. Потому что я, перед тем, как выехать в атаку, должен убить всех разведчиков. Которые по кустах шарятся. Это, типа, не очень там важно. Потому что, типа, спалит в любом случае. Но лучше он позже спалит, нежели он спалит меня, когда я только с базы своего еду. Да, вот я произвожу циклон. Ну и разведываю все кустики. Во-первых, я спалил вот этого грена, который направлялся в этот куст. Не знаю, спалил он армию или нет. Ну, такая она приятная именно. Вот еще один сирун. Именно какой кустовой говнюк сидит. Ну, там батя, как бы, с циклона лещей надавал. А тут, как бы, еще один батя подъехал с братвой, вероятно, и братва выехала. Ну, пиздона давала, как бы. А тут братва-братвы. Ну, короче, как обычно, знаете. Чисто стрела собралась. Все, полетели. Все под синькой, какие должно быть. Выползает грена, мы подъезжаем дальше к кустам. Там нас палят грены. Я понимаю, это надо отступать. И крепости вперед. Там около семи крепостей было. Крепости у меня все выжигают. Выжигают. Видите, он диких отвел, боится молотов. Крепости пока выжигают гренов. Мы заезжаем в базу. Все, принудительно я поехал на его базу. Крепости отправляю добивать гренов, которые он с фланга заходят. Фуловая крепость это делает бесподобно. В больших количествах. Если же 7-8 креп, они будут пачки убивать гренов. Все, заезжаю и принудительно бью штаб. Сейчас попутно выбивал диких. А теперь сосредоточил огонь свой на штаб. Четвертый уровень штаба, кстати, у него. До заказа нет, потому что я был весь в этом. В бою, ну, тапнул штаб до 5-го. Но с этого толку мало. Тут один молот заехал вообще с фланга. И искусственный интеллект. Теперь я выбил диких. Выбиваю казармы, потому что грены могли быть. Ну и все. Тут моя база. Ничего особенного. У него такая же. Карта зеленая. Он мог тут везде поставить грен. Он мог тут миллионы. Он мог тут мин настрать. Этот проход. Вот в этот. Вот в этот понемногу. Я бы уже не проехал. Ну, проехал, потому что у меня крепость. Логичненько. Я бы вышел в четвертый штаб. Произвел бы торов, наверное. Там летал бы, пугал. Ну, или вышел бы в пятый штаб. Но мы оба видели, что, ну, типа, мы только что в четвертый. Я и он вышли. То есть, по времени все было четко равно. Не знаю. Ну, это ошибки. Все ошибки допускают. Идеальных нет. Ну, кроме женской груди, как бы. Только она идеальна. Сори. Ладно, не будем о сиськах. Все. 18 минут битвы прошло. Самый такой интересный бой получился. И запись даже не вылетела. А это прям 10 из 10. Не знаю, что вам показать. У меня ничего больше нет. Нечего показывать. Нет интересных файтов. То есть, я пытаюсь играть. Как-то, видите, провел около 7-8 боев. Из них вообще интересных нет. Этот я не помню, что сдался. Этот тоже сдался. Неинтересный бой. Ну, против 15-го это. А что там было вообще? Не помню даже. А, он броником меня решил зарашить. Не зарашило в итоге. Все. 2 на 2 сдались нам. 2 на 2 нам сдались. Хотя, я думал, что оба будут играть против нас. Тут я играл. Но тут голда была жесткая вроде. Так, что тут у нас? 56 вин 3 этих медальки с кирма. Запомните одно. Медальки в этой игре не решают ничего. Медальки не показатель ничего. Потому что вы за донат. Донат. Денюшки. Мания. Лава. Кэш. Бабки. Бабулечки. Как бы. Ну, вы поняли, да? Вы можете прокачаться лучше, чем игроки, которых есть эти же медали. Так что, запомните одно. Баланса нет. Есть донат. Тут я, кстати, как бы как лох. Казармой попал по ящичку. Короче, ящичек я подслил. Мне достаточно памяти. Братик, ну зачем ты это сделал? Мне нужно было сворачивать игру. Главное, чтобы не похерилась запись. Вот прям, если запись похерится, будет обидно. А, ну тут карта такая дерьмовая. Я думаю, что я тут голодил. Карта. Кал. Отборный кал от разработчиков. Высер. Московский высер. Карты очень интересные. Огромные подобавляли. Очень неинтересные. Лично для меня, мое мнение, субъективное. Как бы у вас может быть свое. Но они мне... Понятно, эти карты 2 на 2. Для 2 на 2 они еще подходят. Для 1 на 1, сори, нет. ПВП сражения должны проходить на малых и средних картах. Но не так на громадных, как... Блин, не знаю. Как что-то, короче. А что я тут творю? Ля. 4 казармы. Что? Я тут рашил пехами. Точно. Да. Я еще и на синьке здесь даже. Дальше буду голодить. Я тут рашил пехами. Да-да-да. Тут пацик меня палит. Тут под голдой произвожу. И все, полетел, полетел. Молодой именно. На спидране пацики. Но я тут его мог продавить, потому что я под голдой бил. Но я не знаю, почему я отступил. Там и вышки вроде, но я гренами начал пробивать. Но я помню, что это такие моменты. Да, вот сейчас я гренами, смотрите. Вроде и начну я принудительно буду выбивать здание. Вроде надо заказе, там пацики плывут. И я, короче, добиваю это все дело. Дальше начинаю пробивать. Но почему-то потом перестану. Отменю все. И посмотрю на базу. А я вроде как бы и прошел уже. И снес вот ему завод сношу, который без этого. Я мог бы пробивать его дальше. Эти пушки ничего мне особо не сделали. То есть, ну как вы поняли, да? Да, все. Тут я уже перестал это все производить. Странно. Странно. Очень странно. Ну все. И тут я просто... Дальше решил ничего не делать. Ставлю 4 бункера. Оборонка. И вертекс. Фаст выход вертекс. Достраиваем 6-ю ЦС. Да, я на 5-й ЦС был до 10-й минуты. Дарил ему ЦС. Но если бы я на голде залетел, я бы ему убил эту ЦС. Так что лучше голдить сразу, нежели потом на красное переходить. Много пехов. И много гренов. Ну и дикие. Ну и койотик. Разведку. Ну разведать у него, конечно же, ничего не получится. Знаете, тут было прикольно, если бы добавили вот к этой карте. Вот тут море, тут море. И еще вот здесь, чтобы не такой проход, а два моста было. Понятно, если сопроминировать будет. И где два моста, вот здесь вот, чтобы можно было так морем вставать впритык. Было бы четко. Хотя, если логически, если вот тут барик и посик, не, они не достанут все равно. А если бы доставали, было прикольно. Что мы тут бьем? Бьем ему спецмашины, залетаем, как креветка кривая. Убил спецмашины и еще один убьем. Бля, а что по электри? Как-то... Я что, под синькой был? Но летаю я кривовато, что-то в этот момент. Смотрите, кто там не за кого? Старина Гэ пишет. Смотри, 12.43, у меня 16 КО, дядя 16 КО. Для тебя это должен быть инсульт, инфаркт и все возможное. Ты любитель за КО писать? Я про тебя вспомнил этот момент. Смотри, на меня просто заезжай, бивай мою базу. Какой я рисковый игрок, да? Смотри, тут у нас опять разведчик бегал. Все, выхожу дальше в Торы вроде. Четвертый штаб, да, Тора Вертекс. Ну, тут я буду летать разведку, бивать тут ничего интересного. Да, 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 да. Произвожу огнеметчиков и Зевсов, потому что там будут грены дикие. Ну, периодически сюда залетаю убивать разведку. Не более, не менее. Так, выхожу Тора. Торы, 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 Тора. Сейчас, чтобы, так сказать, убить чего-то, вот он... Смотрите, разведал базу, у него апается до... Это до третьего только. Три ПВО и целая куча там диких было. Ну, он на базе засел. А я просто вот произвел, как бы, вот такой мини-отрядик. И выхожу масс Торы. И масс Торы буду делать свое дело. Грады даже зачем-то. Да, вот я разведал. Тут яги даже есть. Даже есть мамонты. И грины. И все это дело. И все. Торами я ударил и бил всех мамонтов. Ссори. Промотал этот момент. Ну и в атаку, в атаку, в атаку. Огни, они, как бы, еще и берут на себя урон. То есть, помимо того, что они сами по себе сжигают пехов, они еще урон берут. Понятно, тут слишком много всего было, я не ожидал. И поэтому огни сыграли. Ну, еще немаловажную роль. Вот они еще идут, кстати. Ну, как такое именно. Для вот таких замесов они подходят. Смотрите. Сопровский шашлык. Дикие их очень, смотрите, как дикие палят. И как бы огни жирно сдерживают дамаг. Пока они, кстати, в прыжке. Ну, на ранце, когда подпрыгивают, то урон про них не проходит. Что мне нравится. Они должны приземлиться, чтобы этот урон... Какой-то пиздюк на улице орет. Так бы ему... Так, без негатива, ребят. Я бы ничего ему не сделал. Осуждаю. Но мы-то знаем, что я бы ему что-то сделал. Какого хуя ты орешь? Не, ну вы должны слышать этого маленького пиздюка. Все, залетел на базу. Че бью? Бью ЦСК. ЦСК ЛКУ снес и... И там где-то должны полететь вертексы. Добить это все дело. Вертексы летите, нет? Нет. А вертексы тут заняты, как бы, более таким значимым делом для себя. То есть, никаким. Выбиваю я все, что могу. Тут снайпера даже. Простите. Зачем снайпера? Так, убил ПВО ему. Ну, короче, так сказать, забираю рез, которые я могу. Летят Тора. Торы. Торами я буду бить по заводам. Двум первым спецмашинам. То есть... Какого хера? Дядя, не души меня, пожалуйста. Да, я покажу бой. Пожалуйста. Давайте, вот этот бой мы быстренько покажем. И все, надо заканчивать. Потому что мой телефон говорит, я тебе секс головы устроил. Если ты не завершишь запись. Так, все, смотрим, что происходит. Летят Торы. Торы летят. Второй удар, второй удар. И вертексы сзади, смотрите. Смотрите, фокус. Летят Торы, залетают бит. И тут вертексы, как бы, соколы летят. Добивать, если что надо. Все. Оп. Оп. Ну и все, как бы. Вот так это обычно происходит. Вообще восстановление голда. Что? Летите, не летите? Летят. Уф. Красиво. Ну все, тут я вертексами уже все добиваю. Он сносит свои здания. Я пытаюсь нанести урон. И пока я, когда я наношу урон, он вроде их дальше и сломает тоже. Или нет? Все. ГГ. А, видите? Он дождался, пока я полечу. И в этот момент он снес одновременно здание. Говнюк. Говнюк. Специально это ждал. Он специально ждал. Видите? Я только лечу от бомбы. И он их сносит спецом. Такие два файта. Они скучные. Конечно. Мало чего интересного. Но, ребята, как бы. Все для вас. Все для вас. Все. Обнял, поцеловал. Очень девчонки. Такие дела.